здравствуйте баба и здравствуйте 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 все хорошо спасибо идем потихоньку у меня стрим все идет так спасибо большое привет здоровья хорошего вам там общения как вас сегодня там нормально да да все хорошо все такие очень серьезно вот ни одного не было такого какого то неадеквата не попадалось все адекватные люди спокойные беседы и даже сейчас с человеком с Херсона встретился просто поговорили за жизнь и за профессию его и все и вы знаете вот чему научила чат рулетка что видя лицо человека в виде его глаза ты понимаешь что с кем можно разговаривать спокойно а кто сейчас будет что то какую то нести чушь какую то да и поэтому когда ты видишь вот такого адекватного человека и не хочется никаких даже вопросов задавать как который бы задели его чувством понимая понимаешь же то что человек живет где и вот спрашивать его а чё вы думаете а как а что когда это закончится это же посыпать соль на рану поэтому расставаясь с человеком сейчас вот я вам просто пожил одного я говорю мирного не было над головой вот и все потому что от того что происходит от того что происходит уже все устали ну конечно конечно и все этот накал идет они даже сейчас не верят всему я где не смотрю даже блогеров которые да идут диалоги и они до сих пор там не верят они говорят типа там в России не хочет идти на переговоры как россии не хочет путин заявил ведь мы готовы идти и даже условия сказал условия сказал но здесь тоже есть подтекст под этими условиями он назвал те условия заведомо зная что на них не на эти условия никто не согласится слушал я диалог вчера моего товарища гасконца вы знаете на виталия он очень очень долго разговаривал с жителем одессы ведь жители одессы с достаточно такой обиды сказал этот условия вообще ни слова не сказано про одессу и николаев а это исконно русские города на что ему и виталий сказал говорит условия то такие что на них никто не согласится значит и одессы и николаев тоже будут в россии но это это однозначно и самое интересное то что я имею ввиду нет их тут сейчас же в одессе очень много людей которые вот именно по наехавшие очень много там и мэр города сейчас там такой прямо не приведи господи коренные жители они себя всегда считали и считают мы горько не украинцы как-то так да серьезно они на полном серьезе это говорят и очень многих людей которых в рулетки их приходится закрывать а когда вне рулетки там разговариваешь с ним и они очень многие говорят мы ждем мы ждем россию именно люди понимают некоторые боятся это сказать потому что ну может там преследовать их семью каких-нибудь или там родню какую-нибудь они из-за этого просто боятся сказать хотя может они до этого допустим считали там по-другому вообще эту спецоперацию что происходит а сейчас как некоторые начинает очень много думать что на самом деле происходит кто-то соглашается грида действительно там и многие много людей есть такие которые они боятся признать свою вину много-много людей там понимаешь чем дело я не раз об этом говорил там очень многие они разучились или боятся сами себе задавать вопрос понимая что ответы на эти вопросы будут очень неудобными и не уйти не утешительными при всем при том что то они уже сейчас многие говорят полемика то есть вообще то кто что они говорят вообще как это сказать правильную мысль и могу поймать вылетела из головы манера общения тех кто живет на украине не тех украинцев которые на западе те да это у прямо то прямо чем дальше от украины тем больше они патриоты и тем больше они кричат там слава украине а те которые живут у них уже приходит понимание того что происходит они поменялись общение с ними поменялось они видят они просто видят находясь во всем этом они понимают они но они видят что творится там беспредел и многие из них и я их я понимаю они просто боятся разговаривать об этом боятся потому что да действительно там за вот сегодня было такое там я не знаю правда не правда но была такая фотография парень снимает это и смеется там за одно слово сказано по-русски там что 7000 гривен будет штраф откуда такой я не знаю правда ли это но но если это правда я не удивлюсь это вот свобода слова свобода слова у нас у нас как как это сказали демократия демократия вообще слова демократия сейчас ну даже как вот я да я на я например когда мне говорят вот демократии я начинаю напрягаться потому что мы все нагляделись на европейскую демократию мы все нагляделись на их свободу слова замечательными мы нагляделись на то что что происходит ну есть люди с которыми мы общаемся трезвые люди с прибалтики тоже там вот это это демократия так вот эту демократию да зачем она нам такая демократия соответственно у нас вот я я нашел гомель уже выставили это какое военное положение поставили в гомельской области это ближе к украине который идет до чернобылю лежа киеву вели военное положение что-то назревает а что боится провокации или что потому что наши даже на границе стоят ну допустим пограничники наши просто уже знаешь как-то смотрит как на обезьяна кот вы вышла 2 2 обезьянки знаешь церковь церковой это представление свое показали постреляли там показали какие-то жесты и убежали понимаешь зачем это делать провоцировать допустим и у нас же наш президент лукашенко он уже сказал что не дай бог какая-нибудь провокация один выстрел хотя бы в нашу сторону полетит сразу все батька он же сейчас у него так же как и у владимир владимирович если сказал то он сделает да и полномочия тоже шунижешь тоже красная кнопочка как и говорят может любой лидер либо наш если увидит угрозу нашей страны нашел суверенитета то он может и воспользоваться не дай бог очень много провокации идет очень много провокации очень много литовцев озлобленных хотя вроде больше были поляки так нам относились так знаешь более озлоблено самом деле больше литовцы не 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 может не могу сказать что там население которое проживает а вот именно кто работает соответственно таможне допустим органах этих них ну мы же говоря государство подразумеваем правительство не весь народ хотя я смотрел как вот у тебя ролики ты выкидывал помнишь когда в корпусе произошло это все тоже народ начала говорить вот там то такие все люди и она ты говоришь не все же люди такие понимаешь каждый в там есть семье как говорится не без урода правильно сейчас быть меньше начала меньше начала писать гадости эта волна была этом я она была ожидаемая понимаешь это на и я сам был я в шоке был когда вот это все произошло для меня это было тут прям я воспринял это как личную трагедию ну вот так вот но не разделяя себя с советским союзом и я не разделяю себя я с момента развала союза я себя с россией не раз не разделял и для меня когда человек меня спрашивает кто-то по национальности для меня это уже звоночек я у него спрашиваю с какой целью ты интересуешься самое главное дуну будь человеком национальность тут вообще не согласись с укушенные есть везде и в белоруссии тоже конечно конечно согласно вот этих сто процентов они есть и в россии они есть везде и а сейчас в белоруссии и россии надо быть вообще на чеку потому что эти провокации и я тогда еще помнишь говорил что поймали вот эту группу которая устроила то что было в корпус сити холли а была ли эта группа одна какие деньги вкладываются вот в эту работу сколько вот таких вот которые сколько таких которые не только это это не касается только узбеков у таджиков киргизов и других а сколько ты думаешь нету русских которые за деньги готовы сделать то что сделали эти таджики конечно как и в белоруссии есть белоруссии тоже что-то недавно предотвратили теракт уже какой-то там устраивали они даже не вспомню какому делал где-то где-то задержали но вот то что ты сейчас она новость сказал вот я во первых об этом не слышал нигде ну как бы я телевидение то и не смотрю я но я и думаю что и в стиль на телевидении бы тоже не сказали ту информацию которую ты сказал что гомельская область сейчас уже военном положении это блин при нет нет это было это было по новостям все официально и лукашенко сказал что ну утвердил чтобы сделать военное положение гомельская область прыгну грай граничные зоны которые идут с украиной напрягает вот откровенно говорю это это вообще какие-то я сегодня саллы разговаривал с рыжеволосый да мадам и она тоже говорит блин у нас тут тоже то есть там тоже неспокойно в молдове что-то назревает а что непонятно ну да ну будем надеяться что вы все хорошо но ты блин мы-то надеемся а ты посмотри вот этот вот как вот скажут фразами которые были в советской печати применялись а маховик из истерии раскручивается в европе и причем как и кто раскручивать больше всего это вот три маленьких государства ну да привал прибалтийцы блин польша блин да вы чё ребят когда они там готовятся к войне да кто с кто хоть слова говорил что вы их нужны кому-то они поднимают свою значимость вот этими завели заявлениями был у меня давным-давно в начале моей деятельности был ролик с одним прибалтом которого я закрыл он попросил и он говорил про по политиков и европы и прибалтов в том числе это он это не будет меня напоминают маленьких гномиков которые с вилочками за залазят в берлогу к медведю и тыкают его вилкой потом выбегают игры ойл мы его боимся он пытается на нас напасть а ему дело не было до них до этих пулинут и гномиков гномики еще к тому же еще эти голубенький смурфики да так она есть так она есть пошатали тоже действительно нет сами хотели хотели почему путин же сказал вид было какое договоренность не расширять нато сторону россии единственное что ты же помнишь что это было словесная договоренность никакого документа подписан ним но это было да и вот это из-за этого все так и произошло и вообще все что делалось это было я вот те времена и горбачевский ельцинские я вспоминаю содрогаясь когда горбачев дал обещание начали там вот эти стратегические ракеты у нас приехали в америку американские приехали на были наблюдатели в россию и смотрели как наши просто тупо распиливают их на металлолом российских наблюдателей в америку никто не пустил те благополучно эти ракеты разобрали и складировали сейчас сейчас уже вот этот номер не пройдет и слава богу да это это да им тогда так то тогдашняя россия ельцинская россия им было очень удобно почему было обидно слышать когда россию называли бензоколонкой и отношение было такое а потом мне очень очень нравится вот это выражение я не помню от кого я это услышал кто это первый сказал когда уже пришел к власти владимир владимирович и вот это вот все пошло развитие все и причем серьезно пошло и вот там была фраза такая сказано мне очень понравилось вы думаете вы думали что россия на коленях не мы горит берцы завязывали класс а сейчас уже завязали да уже честно и везде везде обвиняет россии везде где где россия не бывает везде война а где америка вот она где вот и побывает там начинается война то же самое на украине пришла туда америка началась война россия заканчивает эту войну понимаете даже в сирии там в афганистане в чечне ну да чечня тоже самое можно сказать ну чечня это и самое интересное что они вот этой чечне машут как как флагом чечня чечня чего вы делали в чечне ребята это внутренний вопрос россии вот то что то что делали войска россии в чечне это все само собой разумеется они зашли на свою территорию а вот что делали добровольцы с украины в чечне это большой вопрос что делали вот эти вот там вот бородатые блин и усатые в чечне тот же блин с какого перепугу там находились даже были нравится дуда ивцы дуба басаев блин потом хаттаб этот этот хаттаб вообще не с какого бога при этого припёка по появился там мы же это все помним что вы сделали там в чечне кто эти теракты устроил вот этот в школе как как населенный пунктах я я я я понял вы поняли о чем да и говорю без слони да без сломбе 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 это это кто это россия сделала и слова его и и слова когда то что сказал константин приветствую приветствую дорогой здравствуй без ландаря вспомнить то что вот на тот момент я просто встал и аплодировал когда путин на центральном телевидении сказал мочить будем ведь везде найдем в сортирах будем мочить в сортирах и сейчас надо делать именно то ровно то что делалось тогда сейчас идет то же самое что как бы не вы говорили а чё вы в грузии там делать что делала россия меня почему-то всегда ассоциируют с россией мне говорят а что вы то есть я тоже там что делал его ребят вы чё вы вообще блин это что путин сидел галстук жевал это по это путь путин получал помощь с украины прислали ему там ракеты или по крышам да 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 вот блин вот во всех грехах в любую в любой бочке затычку делают россию но ничего россия остается с колен до встала уже давно она не она не стояла наби она берцы завязывал что значит его не было россия никогда не было и не будет когда эта история то есть она то что говорили эти наши умные люди что история имеет цикличность и развивается по спирали это сто процентов каждые там 70 100 лет кто-то тявкает на россию получает людей поджав хвост убегают и забывают вот надо вычистить так чтобы не повторилось того что когда после смерти сталина вот это амнистия и всех 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 вот этим ушлепков выпустили на волю к они пошли во властной структуры были об этом же даже к кравчук были рассказывал алисерс файз лайф малеким асалом здравствуйте вот так вот черту ну я думаю что все будет нормально я я очень надеюсь и верю в то что большой большого бума не будет хотя согласись на сегодняшний день предпосылки к этому есть и много даже понимаете некоторые это не понимаю для кого-то это кажется как игра допустимаешь это не игра игра играешь какую-то игру тебя убили ты пошел аптечку взял и опять ты возродился но здесь тогда будет не надо вывод люди на данный момент многие многие не всегда всегда все говорят типа вот там этот самый какого россия не может там победить какую-то украину такая света держава ничего страшного что россия борется с 52 странами в украине там 52 страны участвуют в этом конфликте наемники давать я даже смотрел какую-то статистику вроде бы даже грузины стоят на первом месте французы на втором и американцы на третьем наемников но сама больше грузии идет почему-то так что будем надеяться что все будет хорошо надеемся молимся за это что делать если если бы наши разговоры могли бы что-то поменять вот откровенно говоря давно бы все поменялось я думаю люди некоторые смотрят и много людей смотрят и они делают какие-то своей не знаю там подкасты может в голове что реально ты знаешь ты знаешь я тебе скажу такую вещь вот тем то что чем я занимаюсь если хотя бы один человек благодаря тому что я говорю это что я показываю вот это сделал свои что-то в голове у него что-то переключилась я считаю что так в этом случае я уже делаю благое дело все вот и все это это все что я могу сделать но это и хорошо это нужно так делать и я смотрю что людей все больше и больше приходит к этому что реально не людям доносят что-то в головы дай бог дай бог но и фраза с россии бог но это не под не пустые слова откровенно ладно рад был с тобой пообеседовать рад был встретиться с тобой увидимся услышимся еще всего доброго спасибо тебе тоже этот привет передают и твоему чату тоже кстати напомни мне свой канал блин подожди дай-ка мы так мы за за зарейдим тебя вы серега минске у меня получает большими буквами серега минске через ее серега да да серега минске большими буквами потому что у нас есть еще один я знаю я знаю да я у русской татарочки в этом какого в модераторах так то нас иногда путают серега минске и мартин тоже путает серега минске серега минске раз минутку я тебя найду так вот твой эфир у тебя кстати теперь уже извини не был подписан на тебя у тебя плюс один подписчик это я спасибо большое ребят давайте вывезем свое уважение сереге сбегаем просто от лайкаем его как мы умеем спасибо серега рад был с тобой увидеть поболтать увидимся еще встретимся если хочешь давай добавимся в друзья и будем дружить с домами что-то конечно давай а нет так ты у меня в друзьях минутку мы уже добавлялись я просто сейчас аккаунт не подключал свой на премиум мне не показывает ну просто у меня проблемы со здоровьем немножко так я как бы этот самый не веду даже стримы сейчас вот немножко легче мне стало так давление немножко попрыгивает пришли ваши тебе тебе сколько лет извини стесняюсь спросить всем о каком давлении ты говоришь нет я просто инвалид колясочник я 2005 году не удачный ну я помню попу помню ты мне рассказывал начало вручение наш происходит давление шкале там 260 200 на 100 до ты чё 2 ты давай аккуратно не могут найти причины из-за чего аккуратнее береги себя рад был видеть тебя сереж спасибо пока увидимся услышимся давай давай давайте удачки спасибо больше блин а я ведь и я сейчас сижу быть я с ним разговариваю а помню мы уже с ним встречались и разговаривали вот сейчас я сейчас полностью вспомнил это было давно